Короче, прикол такой, выходим из отеля, хотим в Walmart ехать, к таксистам, ну как всегда, типа, сколько довезете, таксисты говорят, окей, без проблем, только оденьте маску. Впервые за 5 поездок оденьте маску, у нас масок с собой не было, надо было возвращаться в номер, мы говорим, ребята, почему у вас водители без масок, а вы к нам хотите, чтобы мы одели. Короче, ну ладно, ладно, долго спорили, типа, давай садись, ну окей, едем. И тут водитель одевает маску, мы в непонятке, почему, что, я так думаю, что это, наверное, у них посты вечерние, реально проверяю тех, кто в маске, кто нет. В штраф составляет 50 долларов, но у нас, естественно, не было масок, и в итоге Оля сделала такую импровизированную, из мокрой салфетки маску, это вообще такой прикол получился. Ну, вообще, мы их снимаем, но, учитывая, что у нас больше салфеток нет, придется их воспользоваться ими еще раз. А причина в другом, только что спросили, торговец сказал, что они слышали, что в Шаймальшейхе очень много из старого города коронавирусных, то есть нужно быть реально осторожными. Именно вот сегодня такая информация появилась, и все запаниковали резко. Очень интересно. Вернулись еще докупить кое-чего по мелочи, и уже будем двигаться домой, потому что у нас достаточно ранний вылет. Уже рейс перенесли, украли у нас, по сути, один день отдыха, но это очень неприятно. Мы вынуждены, получается, ехать сейчас стримглаву в старый город, чтобы покупать себе манго и кое-что из лекарств еще. Ну, нас уже тут знают в аптеке, и по манго знают. Насчет коронавируса, да, ребят, ну, смотрите, слухи такие идут. Будьте осторожны, кто особенно сейчас будет прилетать в Египет. Вот наша аптека. Зайдем, глянем. Ну, даже здесь продавец уже в маске. Уже все. Египет накрыла волна масок. Или Египет накрыл коронавирусной инфекцией. Реально, тут чувак из магазина, куда нас привез таксист, повел, типа, в свою аптеку. Мы зашли, там цены разительно выше, чем в нашей, вот в этой. Почему без маски верблюд? С собой, да, понятно. Красивый, красивый, слушай, хороший. По манго мы идем на наше любимое место. Там, где по доллар двадцать было. Плюс он сказал, что еще, если будете покупать, дать скидку. Тут манго продают все. Только ленивые не продают манго. Реально, мы ходим, смотрим. В масках стало больше народу здесь. Вон, сидят уже в масках. Так что реально, может, это и не слухи, что здесь активный всплеск коронавируса в Старом Городе. Опять же, это все может говорить о том, что туристы привозят, которые не сдают тесты, покупают липовые справки с коронавирусом, приезжают сюда. Удалось купить манго по доллару двадцать. Нам его запаковали, тяжелые, такие вот штуки. Багаж сдадим. Все, как мы их дотащим, это вопрос. Как мы их справимся? Реально стоят посты сзади. С мигалками полиция проверяла, и чувак с безградусником даже ходил. Действительно, может, по новостям прошло, что резко возросло количество инфицированных, поэтому усилили меры. Но мы улетаем, в принципе, едем домой. И куда мы улетаем? Туда, где больше? Не знаю. Фуф, зашли мы в номер. Какой прикол. Оля же таксисту, с которым это уже четвертая или пятая поездка. Когда он нас вез в Кэрфор, мы ему написали, потому что он не шарит ни по-русски, ни по-английски, никак не говорит. Оля в Google Translate перевела. Подождите нас час, через час мы вернемся. Он так оживился, когда увидел знакомый египетский текст. В итоге, арабский, да. В итоге едем мы с ним в Волтаун, и уже конец поездки. Он Оле показывает тоже на телефоне, он перевел текст, мол, если вы еще будете куда-то ехать, позвоните мне, я вам помогу, подвезу. Но, к сожалению, мы уже улетаем. Но, ребята, если вы едете в шару, запишите вот этот номер телефона, будет на экране, можете ему позвонить и договориться. Правда, не знаю. Спокойный водитель. Да, тихий, спокойный водитель. Единственное, я не знаю, на каком языке вы с ним будете говорить, но можно, типа, может он чуть-чуть знает английский. Мне кажется, если по хранце откроют чемодан, они немножко прифигеют. Лекарства в перемешку с фетой, это вот супер набор такой, трендовый. Да, две коробки с маугой. Как мы все это понесем, я даже, я не представляю. А Оля хотела еще третий чемодан брать. Куда его, зубы? Нет, третий чемодан. Как зомби, да, вои с этими чемоданами. Зигит-то, ага, гениально, еще оливки. Вот это круто. Ладно, это у нас сборы. Стюша сладко спит. Под это дело ушел Чивас Регал, как дети в школу, я и забыл, что он у меня есть. На очереди еще Джек Даниэлс Медовый. Где-то он там тоже уйдет. Как пить дать? Уйдет. Вот, идет Джек. Очень предусмотрительный. И все. Фу. Трошки мы забэмбаны. Ну ничего. О, нашла, отлично. Ну что, Настюша сладко спит до отлеза 3 часа. Вернее, до отъезда. А мы тут устраиваем. Ну, 12 часов сейчас. Реально. Может, мы еще успеем часик-полтора поспать. Посмотрим. Ну... Может быть. Вот такое вот у нас вечернее провожание отпуска. Будешь скучать? Там сушится еще, Лена, белье, как видите. Потому что до завтра он должен был обыск. Да, такое было, получился. Но мы об этом расскажем чуть позже. Сейчас не хочется даже эту тему поднимать. Просто насладиться последними часами в этом году, в этом отеле. Тебе как вообще отдых понадобился? Классно. Все, понравилось. Аннекс Тур испортил настроение в конце. Ну, это да. Это никуда ты про него денешься. Ничего мы не можем изменить. Поэтому только остается принять это и понять. Понять и простить. Да. И насладиться реально... Тебе же так не и делаете. Да. По поводу этого, да. Как я уже сказал, выпустим отдельное негодующее видео. Как негодующее, просто отзыв о том, как Аннекс Тур испортил нам, по сути, украл. У нас один день отдыха уже оплачен. Ладно, честно не об этом. Сейчас вот красивые пальмы, красивая подсветка остея. Действительно, отельчик супер. Нам очень понравилось здесь отдыхать. И, честно говоря, тебе хочется сюда именно вернуться? Не знаю. Я не люблю эти вот тот же, в принципе, возникло. Мне вот очень понравилось плавать вот там в рифах. Вот рифы у нас крутые, рыбки просто очуменные. Если другие хуже, то лучше сюда еще раз приехать. Ну, это надо изучать, читать. Да. И посещать. Спрашивать у знакомых, да. Потому что, в принципе, это вот хорошее местоположение, хороший отель. И бухта безветрная. Проверенное место. Да, и еда нормально. Ну, как, относительно. Все в этом мире относительно. В целом, неплохо. Вот. Можете, кстати, тоже порекомендовать, если вы знаете, какое-то крутое отель в Шарм-Аль-Шейхе. Или в Хургаде, но лучше в Шарм. Нет, вот именно по хорошей цене. То есть цена, качество. Чтобы и еда хорошая была, и риф классный. Поплавать. Там, получить наслаждение в полной мере. Наследиться атмосферой. Отелям, персоналом тоже. Потому что персонал очень важный. Чтобы был дружелюбный. Чтобы помогал вам. Решал ваши вопросы. Чтобы отель был тихим. Чтобы не было тагил. Хотя украинцы не россияне. Они отдыхают намного спокойнее. Украинцы более семейные. Они сюда с парами, с детьми приезжают. Вот. Это не то, что у нас потусить. Там, йоу-йоу. Это, наверное, тоже встречается в отелях. Но не в этом. Не в джаз-фонаре. И, может быть, не в некоторых других отелях. Напишите, если вы знаете про эти отели. Может, вы отдыхали. Нам будет очень полезно почитать. Ну, и не только нам. Думаю, все туристы ищут информацию в интернете. И смотрят отзывы. Ну, это в любом случае всегда так делается. Перед тем, как поехать на отдых. Пусть чай. И горячее. Ну, там, типа, тагил. Но ребята вроде тоже не особо сильно шумят. И мешают отдыхать. Ну, слышно. Кстати, впервые, наверное, за окном. Такой кипиш. Может, они не выезжают, как и мы. Коротают время. Ну, что-то по разговорам там хорошо коротают. В барчике там по 250. Ну, ладно. Вот такие. Звезды красивые. Пальмы красивые. Киса красивая. У нас куча видео об нашем отдыхе. Если вы еще не знаете, и только-только присоединились к нашей, так сказать, эпопея по отдыху, перейдите ссылочки в описании. Все видосики о Кипре, о Шарма-Шейхе. Четыре пакета. У нас трое вообще. И вот забавные. Радуют. Посмотрим, что в теремочке. Водичка есть, это радует. Да, да. И вкусная водичка. Легенький. Вау. Можно оставить все это, кроме яблочка, да? Меньше тащить. И пакеты. Булка с колбасой, булка с сыром. Ну, оставь. Один, муж. Ты, может, захочешь. Та, что-то я не особо. Ну, потом захочется. Давай яблоки оставим. А что фиолочки? И водичка. Вкусная водичка. Хорошо, да? Мы решили не откладывать в долгий ящик. И кушать это все. Два сыра. Два ветчины. Перекомпонуем. Получается бутерброд с сыром и с ветчиной. Может, добыть добыть. Да, добыть чиз. Получается. Вот такая вот небольшая очередь. Наши. Пожитые. Вот это нам повезло. Мы прошли одни из первых. Перед нами. Освободилась еще один конвейер. Там длиннющая очередь. А? А здесь давай. Длиннющая очередь была. И перед нами, типа, сотрудники вышли. Давайте сюда. И мы не из первых прошли. Очень-то, очень большая. Странно, конечно. У нас после рамки идет еще одна рамка. Зачем? Тут два метра пройти. Ох, еще тут серьезная штука. Ох, позади все эти контроли. Они тут на каждом щегу уже стученные. Видно, что усиленные меры безопасности. Посмотрели паспорт и контроль. Только вышел за пределы кабинку. Снова паспорт просят. Ага, а потом еще раз паспорт ворожали. Как будто ты мог издеть его. Каждые пять метров, реально. Я не знаю, это не... Очень сильно. В фургазе? Это не нормально. То есть не должно быть так. Ну, как я сказать. Это страна с определенными особенностями. Здесь были прецеденты по этому. Это не из-за коронавируса, это из-за того, что прийти к библинестические акции. Может быть. Ну что, надо в дьютик зайти. В самотоке мы оставили наш бракист. Сухпайок. Сухпайок на первом контроле. Короче, все, и воды нет, и яблочек нет. Сейчас тут надо будет купить. Давай, я скажу, куплю виски. Пастилы нет у нас. Возьму водички. Судочный Джеймсон 19 долларов. Лочно я зашел. Орешки возьму, тут еды особо нету. Традиция папе перевозить виски из поезда. Тем более в такую цену 19 долларов грех нельзя. Смотрите, уже рассвет. Вот все, скоро наш вылет. Реально, мы самые первые были. Нас поселили рядом с туалетом. Это жесть с ребенком. Офигительный рейс. Еще кто-то был. Анит начал. Кто-то прилетает, что должен был вас высадить. Супер, конечно. Я так давно не летал. Впервые рейс задержали. Вместо хребовое. Чуть-чуть и трэшка есть. Никак не вылетим. Вон подвезли заново ленту. Ищут чемодан человека, которого высадили из самолета. Задержка уже час. Со всеми обстоятельствами. Они там ругались между собой. Подъехал вон на машине. Говорит, что вы делаете? Кто-то объяснил. Обнялись, поцеловались. В таком количестве чемодана попробую теперь найти. Чей-то конкретный чемодан. Чувствую, наши манго не доедут в багажном отсеке. Проще бы вернули уже человека на рейс. Это едет. Вот он. Пленка уже наполовину снята. Это только успели загрузить чемодан. Может, раз освободилось место, ты нас пересадишь? Мам! Аня, достанешь! Что, Настюш? Аня, достанешь! Что достанешь? Достанешь! Киев! Итоги, 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 итоги. Так. Не могут найти второй чемодан, наверное. Все, достали еще одну сумку. Это, наверное, не все. Снимают еще что-то, фотографируют. Две сумки. Наверное, двое, значит, высадились. Такой паровозик прикольный. Из одного человека столько людей напрягается. У нас святая Киев. Приехали домой. Как всегда, такси похолодало. Минус 3 градуса. Люди уже в куртках. Ну, ничего. Ждем наше такси. Где-то там оно нас ждет. Что ж. Перелет получился. Мелец приключений. Задержка рейса. Украденный наш день. Снятие пассажиров. Саволета. Веселуха, в общем. Поскольку нас заставили одну коробку манго положить, сдать в багаж в таком вот виде, как есть. Вот. Показательное сравнение. Как доехали. Вот эти у нас были в багаже. В ручной кладе. Я, кстати, не знала, где какая коробка. Эти более мягкие. И хорошо, что они попали в ручную кладь. А эти более твердые, которые должны еще полежать. И с ними ничего. На них, наверное, в любом случае какой-то чемодан попал. Манго целенькие, тверденькие. Нигде ничего не пресного. Так что можно не бояться, если что. Но главное, не переспевшие манго. Тогда их можно сдавать в багаж. А так постарайтесь вести в ручной кладе.